Нанесение рисунка на футболку может быть интересным и веселым занятием. При дизайне важно подумать о цветовом контрасте, то есть о том, как краски будут смотреться на светлой или более темной футболке. Также стоит отметить, что футболка должна быть из натурального материала, так как волокна синтетической ткани плохо впитывают краску. Кроме того, не рекомендуют использовать новую вещь, а если вы ее только приобрели, то лучше всего предварительно ее выстирать, чтобы удалилась фабричная пропитка, которая мешает впитываться краски. Детки работают в узелковом батике. Это узелковый батик, когда конкретная маечка, любимая, ношенная, может быть, новая, но хочется превратить ее в очень родную и любимую. Можно завернуть какими-то узлами при помощи канцелярских резинок, либо ниток в какой-то фактурный материал и разукрасить. При раскрывании и высыхании этих фактур получается очень интересный своеобразный рисунок. Рисунок можно перенести на футболку несколькими способами. В случае с белыми или светлыми тканями можно использовать страфарет или простой карандаш. Что касается копирки, то рисунок должен быть на достаточно плотной бумаге, чтобы вы не проткнули его карандашом. Картон продеть на изделие, вовнутрь, прикрепить прищепочками, либо булавочками, так, чтобы оно не двигалось, не вращалось, не мешало в работе. И можно также подставить рисунок, орнамент и так далее, и перенести его при помощи обмылка, либо простого карандаша. Если это очень белая ткань, можно обмылок использовать, либо темная ткань, какой-то там карандашик легкий, который будет заметен. Легко-легко переносим рисунок и далее пользуемся красками. Ребята используют акриловые краски для росписи по ткани, которые есть практически во всех магазинах художественных принадлежностей. Прежде чем наносить, краски стоит развести, чтобы легко впитывались в ткань. Рассчитать следует таким образом, чтобы их хватило на весь рисунок. Кисточки лучше всего использовать синтетические, так как они жестче и лучше втираются в волокна. А удалить краску без следа не удастся, поэтому в случае ошибки проще всего что-то дорисовать. Я могу найти цвета, потому что это герба, найти цвет крови, а это цвет земли. Я заранее все подбирала, чтобы можно было сейчас разукрасить. Надо взять майку, на середине взять ее, начинать закручивать, получается что-то вот наподобие такого вот кружка. Потом это все затягиваешь резинками и начинаешь разукрашивать разными цветами, какие только придут в голову. Потом, когда это все высыхает, распускаешь и получается очень интересный пункт. Я хотела нарисовать сову, потому что меня очень интересно, я посмотрела на интернете все рисунки и у всех мне больше понравилось это, потому что у нее она такая достаточно крупного размера и можно уместить на всю футболку. Я выполнила ее большую часть сама в холодной теме, только вот разные у нее будут узоры на ее брюшке, у нее будут теплые темы, оранжевые и желтые цвета. После того, как рисунок готов и подсох, футболку нужно отделить от картона. Затем надо дать краске еще подсохнуть, а потом закрепить, прогладив утюгом или высушив феном. Кстати, такой рисунок получается не хуже, чем на специализированном производстве. Вещь стирается вручную при 30 градусах обычным стиральным порошком. А самое главное, что эта футболка сделана с любовью и в единственном экземпляре.